В незаконной Луганской псевдореспублике с 1 декабря хотят повысить цены на проезд в троллейбусах. Как сообщают сепаратисты из Федерации профсоюзов ЛНР, посоветовала пересмотреть цены главам самозванцев администрации правительственная комиссия. Также эта комиссия рекомендует пересмотреть льготные категории граждан. Простыми словами, сепаратисты-чиновники решили нагреть руки и на повышение стоимости проезда, и на отмене льгот. В очередной раз деньгами давно уже нищих местных жителей хотят наполнить свои карманы. Правда, самозванцы эти действия благородно называют сохранением системы троллейбусного парка. Напомним, льготный проезд в автобусах и маршрутках уже отменили. 9 месяцев без заработной платы. Незаконной ЛНР работникам бюджетных организаций, учителям и медикам так и не выплатили зарплату за должность за период с июня 2014 по апрель 2015 года, сообщает Инфоньюз, передает трибун. Программа от республики по погашению долгов, которую так яро представляли сепаратисты-чиновники, так и осталась пустым обещанием. Получить все деньги учителям, медикам, социальным и другим работникам не получится. Об этом свидетельствуют постоянные перебои с зарплатами бюджетным организациям. Потому что деньги мнимой республики, как и программа по погашению долгов, вымышленные. Не выполнять обещания давно прочно вошло в обязанности главарей террористов. Пьяные ЛНРовские боевики избили студентов колледжа. Об этом пишет информатор. Террористы в поселке Комиссаровка Перевальского района обустроили жить в подходящем для них помещении бывшей исправительной колонии. Накануне после очередной попойки банда пьяных террористов вышла на улицу города. Там они пристали к компании молодых людей и устроили драку. В результате были сильно избиты несовершеннолетние студенты местного колледжа. Заместитель директора учебного заведения написала заявление в самозваную военную комендатуру. Но никакой реакции со стороны главарей боевиков нет до сих пор. А реакцию от самих пьяных наемников ждать не пришлось. Они из стрелкового оружия обстреляли здание колледжа. Это не первый случай издевательств над людьми, но защиты им ждать неоткуда. Местные жители боятся выходить на улицу.